Организация работы городского транспорта – главная тема встречи участников Ассоциации Городов Поволжья. На правах принимающей стороны разговор начал начальник управления ЖКХ энергетики транспортной связи города Чебоксары Владимир Филиппов. Сейчас в столице Чувашии существует 57 маршрутов регулярных перевозок и более 700 единиц транспорта. Судя по цифрам, популярностью у жителей пользуются троллейбусы, их выбирает 65% горожан. Однако предприятие испытывает финансовые трудности. Самым экологичным и безопасным транспортом является троллейбус. Муниципалитет поставил задачу сохранить троллейбусное управление. В настоящее время троллейбусами ежедневно перевозится более 190 тысяч пассажиров. По количеству единиц подвижного состава предприятие находится на шестом месте после городов Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Новосибирск. А по Привозскому федеральному округу на первом месте. Представители городов-участников Ассоциации делились проблемами своих муниципалитетов. Например, в Оренбурге резко снизилась потребность населения в общественном транспорте. Снижение качества перевозок и надежности работы пассажирского транспорта, что в условиях роста уровня автоматизации, вызвало переход части горожан на легковые автомобили и уменьшение числа пользователей наземным маршрутным транспортом. Это привело к росту загрузки уличной дорожной сети, ухудшению условий движения всех видов транспорта, в том числе и пассажирского. И если в Оренбурге только начали решать проблему общественного транспорта, то в столице Татарстана уже сформировали новую маршрутную сеть. Для этого руководство города привлекло Московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. В институте была проведена значительная работа по обследованию пассажирпотоков, полному всестороннему анализу существующей маршрутной сети. Им удалось, и такой метод на самом деле применялся впервые в России, совместить базу данных транзакций по транспортным картам за последние пять лет и наложить это на базу данных треков движения транспортных средств, сформированных спутниковой инвестиционной системы от СУТЭ. То есть мы получили такую бигдату, с помощью которой была получена транспортная модель передвижений жителей по городу. То есть по каждой индивидуальной транспортной картой определялось, в какой единице подвижного состава он сел, в какой вышел, в какое время формировались пассажирпотоки, и на базе этого формировалась новая маршрутная сеть, удовлетворяющая новым требованиям закона. Конечно, за полтора часа невозможно обсудить все проблемы городского транспорта и найти пути их решения, поэтому исполнительным органам ассоциации предстоит еще немало работы. По итогам заседания все высказанные предложения направят полномочному представителю президента ПФО и в обе палаты федерального собрания, а уже там их рассмотрят и примут решения.